Пройти отборочный этап на СХК, выйти в отраслевой тур Росатома и принять участие во всероссийском конкурсе рабочих профессий Hi-Tech Skills. Такая задача стоит перед десяткой лучших специалистов топливной компании Росатома ТВЛ. Сегодня в Северске стартовали состязания электромонтажников. Им предстояло выполнить задание, которое до этого было под силу только роботам. Все подробности в репортаже Ли Лавренкова. Учебный класс Северского промышленного колледжа на время превратился в мини-подстанцию, в которой непрерывно идет модернизация. Электромонтажники получили задание создать работающий узел управления, используя лишь инструменты и базовый набор оборудования. Должно у нас получиться управление двигателями, управление освещением. Ими запитано еще от счета управления распределительного, два питания, переключение основного на резервную. Задание придумано для робота, который не знает усталости, у него не портится настроение, и он делает все автоматически и быстро. В конкурсе электромонтажников соревнуются 10 человек из 4 предприятий топливной компании ТВЛ, госкорпорации Росатом, включая СХК. Участники уже прошли корпоративный отбор, и сегодня каждый представляет свой завод или комбинат. Волнение налицо. Конкурсанты максимально сосредоточены. Тишину в мастерской лишь изредка нарушает шум инструмента. Участникам категорически запрещено пользоваться сотовой связью, общаться друг с другом даже в принципе, то есть, тем более с экспертами. То есть, поэтому мы сейчас и не можем отвлечь участников, и даже маленько сейчас нам создает дискомфорт им, то, что здесь стоим. Потому что у ребят сейчас максимальная нагрузка не только физическая, но и умственная. На выполнение задачи отведено 16 часов. При этом конкурсант заинтересован в том, чтобы сдать работу как можно быстрее. Время здесь имеет решающее значение. За нарушение правил безопасности участник может получить штрафные 15 минут. Пиление без перчаток, сверление без перчаток, без очков, размещение инструмента внутри или снаружи шкафа на шкафу, материалы на полуострые. Там много достаточно нарушений, за которые штрафные санкции у нас. Состязания электромонтажников в Северске продлятся три дня. Тройка лидеров будет представлять компанию ТВЭЛ на AtomSkills. Победители отраслевого конкурса госкорпорации отправятся на всероссийские состязания рабочих профессий хай-тек.